МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каля 270 тысяч жихаром Могилевской области вышли на республиканский субботник. Губернатор в области Анатолий Сашенко и его команда працавали на будовле нового корпуса Могилевской городской больницы «Худкой медицинской допомоги». Корпус в этом году планируем ввести, поэтому мы здесь миром своих сил оказываем помощь и в наведении порядка, и в строительных работах. Да, порядка 270 тысяч человек вышло, где-то планируем заработать порядка миллион двести и перечислить на те направления, которые обозначены в стране. Новый корпус Могилевской городской больницы «Худкой медицинской допомоги» – значный объект для нашего региона. Кировник в области так само проинспектовал ход будовничных работ, которые наближаются до финишного этапа. 35 тысяч метров квадратных объект очень значимый для нашей Могилевской области, оснащенный по самому современному слову медтехники со всем оборудованием. Самое главное, чтобы было удобно, комфортно для наших пациентов. Мы сможем сегодня здесь концентрировать все технологии, которые доступны сегодня и в нашей стране, и на европейском пространстве. Ведь очень важно, пациент поступает и в короткое время необходимо и диагностировать проблему, и оказать медицинскую помощь. И это все в условиях того, что здесь за сутки поступают сотни пациентов. В связи с подрыхтовкой до освяткования 80-ти годов изволения Беларуси от немецко-фашистских захопников, зарубленные на субботнику гроши, пойдут на доброе упорядкование памятных местин. Восьмый раз Могилев собрал новоковцев и специалистов по фольклору на Международный форум «Традиционная культура» как стратегичный ресурс у столевого развития громадства. У им приняли удел 60 знавцев – культурные спадшины с Беларуси, России, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Китая. Подчас форуму подрыхтована для демонстрации великая палитра святов, обрадов, традиций, декоративно-прикладного мастатства Могилевщины. Очень важно, чтобы мы, знаете, не только сами понимали сущность нашей традиции, а обязательно передавали их нашему подрастающему поколению, нашим ребятам, нашим девочкам, кто идёт за нами. И мы гордимся, что вот эти добрые традиции, они сохраняются в нашей стране. Они не просто сохраняются, они приумножаются благодаря нашим умильцам, народным мастерам. У Могилёве оптимизована аутобаза установ аховы здоровья, деля повышения якости, обслуговывания и комфорту работников. Раней у Могилёве увесь медтранспорт размещался на четырёх базах, однако тримание разрозненных гаражов тягнуло значные выдатки. А теперь после оптимизации аутобаз стало две, по одной у Ленинским и Кастрышнским районах. Обновленное повяжкание – это более тысячи квадратов и лепшие умовы працы для людей. В прошлом году автопредприятие получило 30 новых автомобилей, в этом году уже 7 получило, и мы ещё планируем дальнейшие поставки автотранспорта. На закупку автомобилей пошло более миллиона рублей. Это за счёт средств областного исполнительного комитета. Белорусско-российский взлёт собрал 11 команд военно-патриотичных клубов и кадетских навыкшальных установок. Сюлитая география значительно поширилась, у дельников стало удвоя больше. Тут команды из Могилёва, Минска, Сиповича, Угорок, Круглого, а так само Бранска и Смоленска. У программе взлёту немало спортивных споборництвов. Хлопцы навык стреляли у интерактивным тиры. Была и военизованная эстафета. Так само в программе немало заданий на умение працовать у команде, кемлевость и креатив. Организаторы взлёту с упевненностью кажут, за такими молодыми людьми – будущее. За эти три дня, которые проходят слёт, завяжутся очень тесные дружеские отношения между нашими ребятами из Российской Федерации и Республики Беларусь, которые, наверное, продолжат впоследствии дружить, общаться и, наверное, на благо развития нашего добрососедского отношения между нашими прекрасными странами Республики Беларусь и Российской Федерации. Участвую в таких соревнованиях я уже не первый раз. У меня уже много опыта в этой сфере. Тогда всё прошло отлично. Приехали много патриотических клубов. Мы познакомились с ребятами, пообщались, пообменивались опытом. Так что все мероприятия проходили очень хорошо. Первое посяжение 7-го Всебеларуского народного схода отбудется 24-25-го кроссовика. Высший представитель орган народа уладзия в новом статусе сберы 1200 человек. На затверждение Народного Веча будет вынесена и обновленная концепция национальной безопасности, и военная доктрина Республики Беларусь. Делегация Могилёвши на складе 115 человек. Делегаты – представители Мясцовых Советов Депутатов и Громадства. Они делятся своими меркованиями и сподеваниями и отзначают, какой будет Беларусь завтра залежать от каждого из нас. Мы за безопасность, мирное житье, выполненную и стабильную будущее для наших детей. Выказать подтрымку свою керовному курсу, який наш национальный лидер Александр Рыгорович Лукашенко сегодня агучвая. Подтрымку тому, что робится у Беларуси, как каждый человек отчувал себе господаром на нашей земле, а также принятые решения, которые помогут нам и далее быть выполненными, что у нашей краины будет мир. Я был участником предыдущих двух Всебелорусских народных собраний, это треть все же. Я хочу сказать, что результаты и вопросы, которые выносились на обсуждение на Всебелорусских народных собраниях, они всегда были глобальные и основополагающие для нашего общества. Это мир и согласие, социальное развитие, рыночная экономика. Все решения, которые были приняты, они все воплотились в жизнь и все направлены на стабилизацию жизни в нашей стране, на стабилизацию обстановки, на развитие экономики и, в первую очередь, на спокойное мирное развитие. Будет безопасность, все остальное мы сможем сделать. Выдатки на капитальный равон жилья побеличили. Все лето доведено отремонтовать 128 домов на Могилюшине. Как правило, с приходом тепла работы набирают обороты. И, ответственно, задание на другой квартал заплановано после капромонта увести в эксплуатацию 60 домов. По информации коммунальных службов, в регионе мкнутся рабить капитальные рамонты комплексно. Обследуются и детячие пляцовки, и парковки, и мясцовые дороги. Пятигодовая программа и годовые графики формируются по выниках обследования. Даречи, год по будову дома только одна из причин для его капитального рамонта. Головный техничный стан будинка. Он вызначается подчас осенне-веснового огляду, який что год проводят коммунальники. Звычайно ставят на компромонд, коли потребуется измельчение конструкций, замена у выходных групп, коли детячая дах и трубы. 83 детячие пляцовки обсталевали на Могилевшине летось. На это выдатковали бюджетные сродки 6 миллионов рублей. У Абл выконками означают, что становочие водки на эту працу уличены. И практика додаткового финансования будет протягнута. Все это знов 6 миллионов рублей. Сучасные яркие и цикавые детячие пляцовки упрыгоживают любый город и агрогородок. У Крычевина дают детячим пляцовкам особливую увагу и личат, что это вельми потребно новому поколению. Новые гульнявые комплексы изъявятся в районе Иселита и навык будет сбудована адмысловая скейт-пляцовка. Это всегда актуально, но дети это наше будущее. Всем, которым мы передадим свою страну. И хотелось бы передать страну красивый, независимый и мирный. И вот, что касается детских площадок, тоже уделяется огромное внимание и со стороны областполкома, и со стороны районов. И у нас, если так говорить, за последних три года мы 19 детских площадок оборудовали в городской черте и 7 в сельской местности. И в этом году также у нас планируется 5 игровых площадок в городе и 2 в сельской местности. У любую пару года, у любой день и час на детячих пляцовках и навыкалых можно убачить детей и их батьков. Свежая поветра, весновое солнце, рухомые и, что вельми важно, беспечные и цикавые гульни. Привет! Мы из Кричева! Илона Иванова, Юра Власцу, Виталия Алексеенко, Новины Региона. Министерство культуры Республики Беларусь суместно с Молодежным театром эстрады проводить акцию разом с мастатством. И она промеркована до 80-ти годов вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников. По всем республице заплановано больше за 33 мероприемства. Днями акция отбылась у культурной столицы Беларуси 2024 в Ялиничах. Головная идея проекта разом с мастатством показать уклад дейчо-культуры у перемогу в Великой Айчинной войне. По час акции говорить про дейчо-культуры агит-бригады, которые допомогали поддерживать боевой дух наших воинов-визволителям. С собой был аккордеон, музыкант. Минутки свободные он играл своим друзьям, солдатам. И дошел с инструментом до Гарвелина. На сцене районного центра культуры разгорнулася яркая музычная идея от артистов молодежного театра эстрады и бялинецких зорок. Особливым моментом мероприемства стала «Хвилина маучаня», якою дельники акции ушиновали память загинулых у годы Великой Айчинной войны. Кожный регион для нашего государства, да и не только нашего государства, а в общем бывшего Советского Союза. Кожный куток Беларуси, який прямая мероприемства, передае организаторам акции разом с мастатством свой экспонат для музея Великой Айчинной войны. От бялиныча у гэта картина под назвой «Родная сястра Хатыни». Человек, который не помнит своей историю, не имеет права на будущее. Алина Бабарыкова, Леонид Секурин, новины региона. На гэта наш выпуск завершены. Больше актуальных новинов на сайте и у телеграм-канале «Беларусь-шатыры-магилёв». Так само долучайтеся до наших социальных сеток. Дякую, что были с нами и до сустрэши.